В летний период можно мыть асфальт, здесь шланги позволяют мыть детские площадки, ограждения, залив, насос для полива цветов, то есть мы все это в комплексе как бы использовали в летний. Зимний вариант, он универсальный аппарат, мы сейчас все это снимем и поставим отвал для снега и пескоразбрасыватель, то есть он будет работать у нас весь год. То, что вы ставили задачу тротуары, в первую очередь, потому что он может проезжать по тротуарам спокойно, мы будем отрабатывать тротуары. Сколько работников дворников он заменяет, этот один аппарат? Ну, где-то около 30 человек примерно. Он квартал проходит, он до целого дня пошел. Это что называется, есть импортозамещение, а тут? Ну, мы. Я сделан в России, этим горжусь. Очень правильная назвать. Очень правильно. Еще когда будет написано, что я сделан в России, этим горжусь, и половина этого сделана в Казани, будет еще лучше. Изучая вообще, какая есть спецтехника на сегодняшний день на рынке, мы увидели, что на сегодняшний день отечественные производители изготавливают достаточно качественную спецтехнику, и при поддержке Банка Казани в этом году управляющая компания Московского района приобрела данный автомобиль экспериментально. Автомобиль работает круглогодично. В летний период он позволяет мыть асфальт, поливать его, мыть детские площадки, поливать цветы. Многофункциональный аппарат используется, этим летом мы его использовали во многих дворах. В зимний период мы также технику будем использовать, потому что она позволяет убирать снег в дворах. Учитывая ее компактность, она может убирать и дорожки, и узкие проезжие части. Объем территории, которую он убирает, поливает, это примерно 30 дворников. В перспективе есть ли планы на расширение, на прибытие инфанции автомобиля? Если техника себя зарекомендует, да, конечно. Мы хотим, чтобы во многих дворах была чистота, красота. Продолжение следует...